Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня экспериментальный ролик. Сравнение двух методов приготовления стейка. Сначала немного теории или банальностей. Люди разные и вкус у всех разный. И всем нравится разная степень прожарки. При этом и тем, кто любит хорошо прожаренный стейк, и тем, кто предпочитает кровавое мясо, подавай сочность. При тепловой обработке мясо сок теряет. Чем толще кусок, тем меньше. Чем тоньше шмат, тем больше он успеет сока потерять за время обжарки. Отсюда вывод. Хочешь сочности, кусок должен быть толстым. Вот такой стейк я сейчас и возьму. Будет вот так. Такими стейками можно просто обожраться. Если покупать стейки в окрестных магазинах уже нарезанными, расфасованными, то можно обутюкаться. Не знаю почему, они режут их толщиной максимум 2,5 см. Чаще вообще полтора. Поэтому я и командовал чекрыживанием куска в магазине. Здесь 5-5,5 см. Смотрите, какая красотенькая. Прям сыр им бы ел. Второй момент. Чем более сильная прожарка вам нравится, тем более жирный стейк вам надо выбирать. Ну вот купили вы мраморное мясо, значит его можно очень хорошо и сильно прожаривать. Потому что вот это огромное количество жирных проживок в нем, во время обжарки вытапливается гораздо медленнее, чем выходят соки. Именно он в готовом стейке будет создавать ощущение сочности. И наоборот, чем более постный кусок мяса вы выбрали, тем меньшая степень прожарки для него должна быть. Ну, если вы, конечно, не хотите получить на выходе сухую подошву. Впрочем, чтобы не скучать, я уже начну готовить, а в процессе все остальное расскажу. Привет, друзья! Я Ростик. Это Таверна. А занимаюсь я здесь тем, что учусь готовить вместе с вами вкусненько, красивенько, жирненько, без лишнего, как мы все любим. Подписался? Пойдем будем готовить. Пошли, пошли. Проходи. Вот этот кусок буду обжаривать обычным способом, а это у меня будет так называемый реверсивный стейк. Присолю его как следует и поперчу. И смажу ароматным маслом. И вот с этой стороны так же. И отправлю его в духовку. Не удивляйтесь, сейчас все расскажу. По всех подробностях. Температура 100-110 градусов, верхний и нижний нагрев и щуп термометра для контроля. И пока он прогревается, подготовлю овощи для оформления блюда. Так вот, самое основное. При обжарке толстых кусков мяса теплота проходит внутрь медленно. И к тому времени, когда температура внутри достигнет, ну, например, 55 градусов, то есть уровень самой слабой прожарки. Довольно толстый слой по поверхности уже имеет температуру хорошо прожаренного мяса. Зачастую даже и просто пережаренного. Кому-то нравится сочетание таких слоев в одном куске, кому-то нет. В ресторанах мясо запечатывают в вакуум-пакет, погружают его в воду с требуемой температурой прожарки и выдерживают там подолгу. Технология называется сует. Приходит парочка в рейстик, и, допустим, юноша заказывает хорошую прожарку, а хищница требует слабую. Повар вытаскивает из одного чана кусок с температурой 55 градусов, из другого с температурой 70 градусов. Оба куска защитной секуды подрумянивает на раскаленной сковороде или вообще газовой горелкой. И счастливые клиенты получают то, что хотят. То есть ты и каждый из клиентов имеет именно ту степень прожарки, какую они хотели. Абсолютно равномерные температуры по всей толщине. У одного 55 градусов, у другой там 70 градусов. И тонюсенькая поджаристая румяная корочка. Все довольны. Ну а что делать тем, у кого нет дома сувида? Тут приходит на помощь технология, которая называется реверсир стейк. В чем суть? Сначала в духовке при низкой температуре, не выше 135 градусов, ну там от 93 до 135, стейк доводится до нужной степени обжарки, на 8-9 градусов ниже необходимой температуры. А затем на сковороде румяним быстро за 45-60 секунд каждую сторону и получаем стейк очень близкий по температуре, по равномерности распределения температуры к сувиной технологии. Табличку для 4-х сантиметровых стейков я дам позже. Фасоль молодая, ей достаточно будет 3-4 минут в кипятке. Подгадать время приготовления для двух стейков по разной технологии мне, конечно, не получится, поэтому буду готовить по очереди. Сначала реверсивный, а затем обычным классическим методом. Вот это у меня сладкий белый лук. Хочу его немного подвалить на сковороде вместе с баклажаном. Хотя мне он нравится гораздо больше в запеченном виде. Возьму ребристую для красы. Ну и чтобы меньше масла использовать, конечно. Баклажаны его как губка впитывают. Собственно, на этом все предварительные процедуры завершены. Гарнирчики я за кадром сниму со сковороды. Остается дождаться окончательного прогрева стейка в духовке и можно будет его обжаривать. Оставайтесь с нами. Пора. Поехали. Масло надо разогреть как следует заранее. Тут у меня оливковое. У него температура дымления повыше. И сюда же кусочек сливочного. И как только зашипнет, затрещит, можно приступать. Сюда его. И сразу же рядышком чеснока. Прямо в шкурке. Чтобы не горел. Аромата своего он и так добавит. А на хорошо разогретой сковороде для предварительно подготовленного в духовке мяса прогретого для появления румяной такой поджаристой корочки достаточно 45-60 секунд, не больше. На сторону, конечно. Вот так. И маслом ароматным полить. Красиво. Согласитесь. Кстати, для технологии реверсир стейк, то есть для технологии, когда мясо сначала в духовке прогревается до нужной температуры, отдых после обжарки не требуется. У нас же внутри уже практически нужная нам температура. Что там выравнивать-то? Все. Можно снимать с огня. И смотреть, что там внутри. Согласитесь. Согласитесь. Мясо, как вы видите, очень сочное Прям очень сочное Именно такой прожарки, как мне хотелось Очень нежное, вообще прям никаких претензий к нему нет Просто супер Однако нужно готовить вторым способом Поехали Сразу же щуп термометра сюда Соль Перец И в раскаленное масло Так как этот стейк имеет сейчас комнату температуру А не прогретый, как в духовке Ему для получения корочки потребуется примерно 2,5 минуты на сторону Ну и переворачивать нужно будет несколько раз Да, эту сторону тоже надо посолить и поперчить Отлично И перевернуть уже Масло ароматное сюда же К слову сказать, вот такие толстые куски после обжарки Тоже можно в духовку отправить для какого-то выравнивания температуры Это будет, конечно, более равномерный, чем пожаренный классическим способом Результат, но не такой, как в случае по методу реверсир стейк Эти техники можно распределить так Самый равномерный, конечно, сувит Затем чуть менее равномерный реверсирс Затем сначала обжарка, затем духовка И самый неравномерный, обычная обжарка Какой именно способ выбирать, дело вашего куса И опять перевернуть В этом случае снимать с огня надо, не доводя примерно 3-4 градуса До желаемой степени прожарки готового куска мяса Потому что по этой методике контакт с очень сильно нагретой сковородой и куском мяса Значительно больше, чем в первом случае А значит, разница температур между поверхностными сноями куска и внутренними больше Поэтому во время отдыха температура внутри поднимется больше, чем в случае по методу реверсир стейк Пара снимать с огня Вертеть мясо на сковороде нужно до тех пор, пока температура не поднимется в мясе До уровня на 3 градуса ниже целевой То есть у меня на целевая 54 градуса, я поэтому поставил 51 И вот на 51 я снимаю Вертеть нужно каждые 3 минуты Термометр пока здесь оставляю Накрываю фольгой В этом случае отдых требуется Ждем недолго, потому что очень хочется есть Минут 5-8 будет достаточно Видите, за время отдыха температура даже до 55 поднялась Давайте резать Смотрите, что у нас творится здесь Вы видите, толщина слоя розового совсем тоненькая в самом центре А вот это уже, уже по сути, well done слой Вот такая разница, как вы увидели То есть в первом случае по всей толщине фактически равномерно получается прожарки И во втором случае по классическому методу достаточно толстый слой Ну буквально, наверное, в сантиметр Это мясо well done На мой вкус это пережаренное мясо Потом слой medium well И только самая тоненькая узенькая полосочка Это условно, наверное, medium rare Вот как-то так Впрочем, кому что нравится Что касается сочности Ну для такого толстого куска Как вы видите Сочность более чем Более чем Толщина играет роль Корочка, в данном случае, получается гораздо более поджаренная Она, ну за счет того, что долщина на сковородке готовится Она даже хрустит немножко Такая, очень насыщенный вкус Поэтому тут нужно выбрать Что вам важнее Очень сильный вкус поджаристой корочки Даже немножко хрустящий Или нежность хорошо прожаренного куска мяса Хорошо на ваш вкус Хорошо я не имею в виду сильно Теперь что касается времени Смотрите, по классическому методу Стейк такой толщины в 5 сантиметров Готовится порядка там 18-20 минут По методу Реверсирс стейк Когда в духовке сначала идет Да, в духовке он стоит долго В зависимости от толщины Там 20-25, даже 30 минут Но на сковороде Время до готовности 45-60 секунд на сторону То есть в общей сложности 2 минуты Поэтому, если у вас задача Накормить условно большую компанию 4-5 человек А сковорода одна Или на этой сковороде помещается только один стейк То готовить стейк каждому Это удовольствие растянется у вас на час-на два А если вы в духовке Сначала их прогреете равномерно До нужного уровня То от одного стейка до другого Будет проходить 2 минуты Тоже удобно На этом сегодняшний экспериментальный выпуск Позвольте завершить Огромное спасибо вам Что вы досмотрели Огромное спасибо тем из вас Кто комментирует Я многих из вас уже помню В постоянных комментаторах И мне очень приятно с вами общаться Отдельное спасибо Спонсору Самури За предоставленные ножи И за спонсорскую поддержку Благодаря которой У меня есть монтажер С которым Мне очень удобно и приятно работать Вам спасибо за компанию Всем пока